Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона шхода Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Браки между близкими родственниками будут запрещены в Таджикистане. Поправки в семейный кодекс, который одобрили депутаты парламента, вступят в силу в июле нынешнего года. Теперь граждане республики перед заключением брака в обязательном порядке будут проходить бесплатное медицинское освидетельствование, а также будут сдавать кровь. Органы ЗАГС не будут иметь право заключать браки без предъявления таких справок. О нововведениях подробнее Орзу и Карим из Хатлонской области. Трехлетний Мунис – житель Бахтарского района Хатлонской области. У него врожденная инвалидность. Отец, узнав о том, что сына невозможно поставить на ноги, бросил жену с тремя детьми и уехал в трудовую миграцию. Мунис не знает, что его инвалидность стала причиной ухода отца из семьи. Он каждый день ждет папу, чтобы тот увез их домой. Я люблю своего папу. Я соскучился по нему. Мы живем у бабушки, а папа нас бросил. У всех есть папа, а у меня нет. Он не звонит. Папочка, позвони, не бросай нас. Врачи отдела травматологии больницы имени Борьи Вахидова в Хатлонской области утверждают, что причина инвалидности Муниса скрывается именно в родственных связях его родителей и нет надежды на восстановление ребенка. По словам врачей, 80% таких детей можно вылечить, если они обращаются своевременно. Муниса же привели очень поздно. Когда стало известно, что Мунис неизлечим, разрушилась не только семья, но и испортились отношения между двумя семействами. Отец и мать Муниса являются двоюродными родственниками. Зибо Каримова, бабушка Муниса, очень расстроена. Она перестала общаться с родной сестрой. Третий ребенок у моей дочери родился нездоровым. Мой племянник сказал, что моя дочь родила ему больного сына и дал ей развод. Я думала, мы сестры. Браком своей дочери с сыном сестры хотела укрепить нашу родственную связь. Даже не думала, что родные сестры могут стать чужими. Моя дочь с семья детьми теперь одна и уже как год живет у меня. Депутаты Нижней палаты парламента Таджикистана в январе внесли изменения в Семейный кодекс республики. Теперь заключать браки между родственниками запрещено законом. Однако этому решению предшествовала большая разъяснительная работа. Еще три года назад Саудат Амиршоева, экс-депутат таджикского парламента, впервые подняла эту проблему с высокой трибуны. Годами так и было. Однако 11 марта 2012 года я вошла с этой инициативой на парламентский совет. В результате была создана депутатская комиссия, куда я и вошла. Родственные браки имеют глубокие корни. Бороться с этим явлением очень сложно. Надо работать и постоянно информировать население. Я думаю, что данный закон очистит генофонд нации. Сломать систему сложно, но мне предоставилась возможность в течение двух с половиной лет работать, проводить беседы с религиозными деятелями, которые были против данного предложения. Запрет родственных браков эксперты в области медицины в Хатлонской области считают своевременным. Халима Содикова, врач со стажем в Ахшской долине, считает, что по сравнению с другими странами Центральной Азии, браки между родственниками в Таджикистане встречаются чаще. С точки зрения генетики, дети в таких семьях имеют большой риск появиться на свет с пороком сердца, сниженными интеллектуальными способностями и другими патологиями, говорит врач. Конечно же, у таджиков древняя и славная история, однако родственные браки должны оставаться в прошлом. Ведь здоровые дети – это здоровая нация. В родственных браках недопонимание между мужем и женой может привести к раздору в большом семействе. Кроме того, дети могут иметь врожденные проблемы со здоровьем. Азизулло Перхонов живет в Кургантюбе. Ему 60 лет он женился на своей кузине, и уже 35 лет они живут душа в душу. У него здоровые и красивые дети и внуки. Когда женился Азизулло, об угрозе кровных союзов даже не говорили. Вот уже 35 лет, как я живу с женой. Она дочь моего дяди, брата моей мамы. У нас 9 детей, 6 сыновей и 3 дочки, и все здоровые. Все говорят, что кровные узы – это неправильно. Однако я считаю, что все в руках Божьих. По официальным данным, только в Хатлонской области в результате родственных браков были рождены более полутора тысяч детей с ограниченными возможностями. А в 2015 году всего в Таджикистане было зарегистрировано свыше 30 тысяч детей-инвалидов, большинство из которых родились в семьях, образованных между близкими родственниками. Урзуи Карим, Хатлонская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова